День рождения ЮНЕСКО 16 ноября в специализированном учреждении ООН по вопросам образования, науки и культуры исполняется 72 года. Создали организацию по окончанию Второй мировой войны. Сегодня ЮНЕСКО насчитывает около двух сотен государств-членов, а также 60 бюро и подразделений в различных частях мира. Особое внимание уделяют всемирному наследию и поддержке развивающихся стран. Больше в сюжете Тамары Каноненко. Борьба с дискриминацией в образовании и неграмотностью изучения национальных культур и подготовка кадров. Проблемы социальных наук, геологии, океанографии и биосферы, коммуникация и информация – это основные направления деятельности ЮНЕСКО. Отдельный вопрос – охрана всемирного культурного и природного наследия. В 1972 году организация приняла соответствующую конвенцию. Сегодня в списке ЮНЕСКО более тысячи объектов в 165 странах – 832 культурных, 206 природных и 35 смешанных. Среди самых известных – статуя свободы в Нью-Йорке, Эйфелева башня в Париже, летний императорский дворец в Пекине, загадочный Стоунхендж, ледник Пырита Морена, цитадель инков Мачу-Пикчу, мавзолей-мечеть Тадж-Махал. Украина присоединилась к ЮНЕСКО в 1954 году в составе СССР. Сейчас в стране 7 уникальных объектов из этого списка. В их числе созданные природой девственные буковые леса Карпат и деревянные церкви этого региона. Знаменитые христианские святыни, Софийский собор и Киево-Печерская лавра, древний город Херсонес. А также исторический центр Львова – место, где берет начало сам город. Еще 15 объектов на территории Украины в числе кандидатов на звание всемирного наследия ЮНЕСКО.